Субтитры создавал DimaTorzok На самом деле это не просто так получается, это действительно в Идресе мы в первую очередь именно программируем. В других системах похожих мы могли бы делать то же самое, но выглядело бы это как будто бы мы реально доказываем теоремы. То есть это вот, если мы вернемся к разговору о соответствии Кари Ховарда, это как с какой стороны смотреть. Так в принципе процесс один и тот же и результат тоже один и тот же. Ну вот, поэтому мы что-то такое посмотрим и там будут доказательства. Это точно. А и начнем с отношения порядка, которое не поместилось в прошлый раз, но вот сейчас мы о нем поговорим. Вот мы много говорили о равенстве и мы видели, что с помощью типов данных дается определение равенства. Вот определение отношения порядка тоже дается с помощью типа данных. Вот у нас там ключевое слово data. Мы видим зависимый тип, потому что есть зависимость от двух натуральных параметров N и M прямо в типе. Есть пара конструкторов, один из них под названием LTE, это less than or equal, то есть меньше либо равно. Для нуля конструктор говорит нам, что ноль меньше либо равен любого числа. Вот здесь это написано, то есть это часть определения отношения порядка, ноль меньше либо равен чего угодно. Мы видим здесь, что ride это такой неявный параметр у этого конструктора, implicit при необходимости. Мы можем его явно указывать, можем не указывать, это как нужно, как удобно. А вторая часть определения для вычисления отношения последователя. То есть здесь написано следующее. Если left меньше либо равен right, то следующий за left меньше либо равен следующего за right. Вот если вы не занимаетесь формальной арифметикой, то понимать такие определения может быть достаточно сложно. То есть с какой стати вот это определение отношения меньше либо равно. Но на самом деле в теории ровно так и делается. То есть есть такой как бы базовая составляющая, это то, что ноль меньше либо равен чего угодно. И есть вторая, что если а меньше либо равно b, то когда мы единички добавляем, то это отношение сохраняется. И фактически с помощью этого типа мы задаем доказательства соответствующих утверждений. Мы чуть позже увидим, как это выглядит, такое доказательство. Например, как нам доказать, что ноль меньше либо равен 15? Ну мы просто берем и предъявляем вот это LTE 0. И это будет доказательством. Там где right будет неявно равен 15. Или как доказать, что один меньше либо равно 5? Ну мы тут уже должны строить это. Один меньше либо равно 5 мы его можем построить с помощью второго конструктора. Тогда left и right будет 0 и 4. А для 0 и 4 мы сможем построить первое. Взять первое. То есть получится LTE SAC от LTE 0. Вот специально здесь эта зависимость есть. То есть вот такого сорта доказательства мы можем строить. Помимо LTE есть еще и остальные. Они определены через LTE. Смотрите, LTE в данном случае базовая. Все остальные через него определены. Причем с использованием это больше либо равно. Здесь мы просто поменяли местами аргументы. Осталось то же самое. Строго меньше, меньше чем. Ну вот такая хитрость. Это то же самое, что и LTE. Только левую часть на единицу увеличиваем. И тем самым исключаем равенство. И все. Остается действительно строгое. Ну и больше чем. И понятно, что если вот эти отношения есть, то нам нужна, как и раньше, некая разрешающая процедура. Которая по двум компонентам, двум элементам натуральным говорит нам, с чем мы имеем дело. И естественно разрешающая процедура здесь есть. Это функция из LTE. И уже для нас должно привычным становиться вот такая форма результата. Значит, как мы помним, в этом типе DEC два результата возможных. Yes и No. Причем если Yes, то мы должны предъявить терм вот такого типа. То есть какую-то комбинацию LTE-ZR и LTE-SAC. Реальное доказательство. А если No, то мы должны предъявить какое-то противоречие. В принципе, несложно определить эту из LTE. Мы этого делать не будем. Но я напоминаю, что в стандартной библиотеке можно просто найти эту реализацию и посмотреть. Или попробовать самостоятельно. Понятно, что это так или иначе будет рекурсивная функция, которая будет от MN уменьшаться до нуля. То есть мы должны будем много раз добавлять LTE-SAC, пока мы не дойдем до LTE-ZER в каком-то варианте. То есть если мы дошли, значит доказательство получено. И мы можем вернуть Yes. Если мы там видим, что что-то не так, то значит доказательства нет. И мы должны из этого что-то не так как-то видеть противоречие. Для того, чтобы потренироваться с такими операциями, мы попробуем доказать вот такое свойство. Вот это уже действительно доказательство. Ни у кого сомнений не вызывает истинность этого утверждения. Ну вроде такое, достаточно очевидное. То есть это вроде бы как из такого арифметического утверждения относительно отношения порядка. У нас там и меньше, либо равно есть, и больше, и отрицание. Мы должны вспомнить, как мы определяли отрицание в прошлый раз, например. Но сделаем это, естественно, с помощью компилятора. Давайте попробуем этим заняться. И заодно посмотрим на несколько техник по работе именно с отрицаниями, потому что они здесь главную сложность представляют собой. Вот у меня здесь три свойства, три заготовки. Первая из них была написана на экране. В синтаксисе языка программирования, конечно, не очень смотрится красиво. Не так, как там с квантерами, со значочками красивыми, но тем не менее. Все равно должно быть ощущение, что мы математикой занимаемся. Так, ну хорошо. Размер шрифта нормальный? Нет возражений там. Значит, я напоминаю, что мы все время теперь смотрим, вот у меня есть часть, которая сверху, это, собственно, с чем мы работаем, наш код программы, и снизу дырки. В данном случае вот они, три штуки перечислены, все в этом файле, но мы только первой вот этой будем заниматься. Начинаем с самого начала. Генерируем определение. Я все-таки чуть-чуть увеличу. Я, конечно, так проверяю каждый раз, загружаю. Здесь особых вариантов у нас. Значит, вот что нам можно было бы делать? Мы можем делать паттерн матчинг по иксу. Но поскольку икс это функция, я напоминаю, что вот это нот, вот этот тип аргумента, он означает, что это из того, что икс меньше либо равно ик, следует, что войд. Это определение отрицания такое было. Поэтому поскольку это функция, то паттерн матчить по ней не слишком эффективно. Да, ну и обращаю внимание, вот на этот синтаксис, это в обратных кавычках написано. Мы функцию превращаем, делаем возможным ее инфиксное использование. Но кроме этого аргумента у нас здесь еще есть два неявных, х и у. И в принципе мы могли бы как раз на них и смотреть. То есть мы можем добавить неявный икс сюда. Видим теперь, что вот этот икс это плохое название. Это то, что сгенерировалось автоматически. Давайте мы там использовали контр как противоречие. Давайте это контр сюда и напишем. Ну и сделаем паттерн матчинг по вот этому иксу. И все время смотрим на то, что у нас имеется. Значит здесь в первом случае, в первой цели мы должны доказать, ну смотрите, что-то явно неприятное. То есть Sy меньше либо равно нуля мы должны доказать. Что конечно не может такого быть. Ну значит мы должны какое-то противоречие здесь увидеть. К счастью мы видим, что доказать это легко. Вот у нас есть функция contra, для которой мы запросто можем предъявить аргумент. Вот как доказать, что 0 меньше либо равен у? Конструктор. Конструктор LTE 0 у нас был. Ровно такой. 0 меньше либо равно у. Поэтому мы можем вызвать функцию contra и передать ей в качестве параметра эту составляющую. Ну по-моему это даже автоматически не может быть найдено. Ну хорошо, тогда если мы подставим contra, сможет он, не может он типы вычисляет. Ладно, да. Смотрите сейчас, у нас такая проблема. Я сейчас эту contra уберу. Contra нам может вернуть void. А нам на самом деле нужен не void. Нам нужна вот какая-то такая штука. Но к счастью, как обычно в логике из void, из ненаселенного типа или из противоречия можно вывести все, что угодно. Но так работает логика. А здесь для этой цели есть специальная функция, которая абсурд называется. Ее цель состоит именно в том, чтобы выводить противоречия. Ну давайте сейчас, значит так, ну что ж такое, ничего он не может вычислить. Давайте явно уже посчитаем это противоречие. Contra и LTE 0. Вот компилировалась эта часть. Вот оно решение. Так вот, эта функция абсурд. Вот здесь, если вы посмотрите, она принадлежит интерфейсу uninhabited, ненаселенную. То есть такому пустому типу. И она по определению может вернуть значение произвольного типа A. Но для этого нам нужно получить что-то ненаселенное. Вот что-то ненаселенное, это void. Void мы можем получить вот этой функцией. Таким образом это решилось. Я еще хочу сказать вам вот что. Когда доказываются такого сорта утверждения, ну я не знаю, может быть это индивидуально у меня, может быть в этом есть что-то общее. Вот я такие утверждения, хотя там много раз уже доказывал, все равно каждый раз путаюсь и не помню, что там было вообще. То есть это как бы каждый раз как с чистого листа идет доказательство. Поэтому вы сейчас наблюдаете чистый эксперимент. То есть я не помню, как его доказывать. То есть я могу, конечно, переключиться на слайд и подсмотреть. Но это будет у нас там в случае последней надежды. А так я пытаюсь просто смотреть, что тут есть, и пытаться с этим как-то работать. То есть никакого специального знания у меня здесь нет. То есть я просто из общих соображений пытаюсь думать, что может быть. Ну а для этого, чтобы решать, нужно естественно смотреть на то, что у нас имеется. Вот, скажем, что нужно доказать, S, Y меньше либо равно S, K. Это я в цели вижу вот здесь. Это то, что нужно доказать. А есть у нас такое противоречие. Причем понятно, что вот такое противоречие сформировать мы не сможем, как в прошлый раз, потому что про Y и про K никакой информации нет. То есть доказать это утверждение мы не можем. Ну и вообще, мы видим, что мы не использовали только одно здесь из того, что дает нам тип функции. Что мы не использовали никак еще. То есть всегда нужно смотреть, что у нас есть, что мы применяли, а чего не применяли. И тогда это обычно дает какой-то шанс. Значит, вот мы применили, ну мы уже применяли контру, может быть еще раз применим. Мы уже с X работали, вот активно мы его тут раскладываем. Что еще остается? Ну Y остается. Y, да, с Y мы ничего не делали. Поэтому давайте сюда добавим неявный Y. И по нему тоже сделаем сопоставление с образцом. Вот просто добавление никакой информации дополнительной нам, конечно, не дает. А если сделаем сопоставление с образцом, то может быть, может быть, что-нибудь и получится. Вот снова, естественно, две цели. Так. Ну что? Значит, сможем ли мы доказать что-нибудь вот такое? Единица меньше либо равна SK. Похоже, что да. То есть, единица, это значит, там единицы добавлены, значит, скорее всего, это LTE SAC будет. А потом сразу 0 меньше либо равно K. Это тоже, это будет вообще LTE 0. Ну, если оно такое очевидное, то с большой вероятностью нам его найдут. Да, нам его нашли. Вот это как раз пример доказательства этого утверждения. Вот нам, там, если у нас есть существенный большой опыт работы с математическими доказательствами, мы, конечно, признать вот это за доказательство не можем. Ну, какой-то там, не знаю, конструкторы взяли два рядом, написали, почему не наоборот, непонятно. Так красивее смотрится, так по алфавиту они, между прочим, идут. Но мы должны помнить всегда, что по соответствию Кари Ховарда доказательства, это терм на самом деле. Поэтому в Идресе, когда мы занимаемся программированием, пишем термы соответствующих типов, то мы на самом деле ровно доказательства и пишем. Просто оно выглядит вот так, как программирование. Но это доказательство вот такого случая. Так, ну хорошо. И у нас последний случай остается. Здесь уже вроде бы мы всем воспользовали все, что было. Значит, надо просто посмотреть, что есть. Вот, вот я сейчас, мне сейчас ужасно страшно, вот я думаю, а что, если оно не решится? Вот я серьезно говорю, не шучу здесь. То есть как бы, ну, непонятно, знаете, там решаешь на лекции пример, а он не решается. Такое бывает. Ну, так, поэтому, может быть, кто-нибудь мне что-нибудь подскажет. Вот, например, вот я вам даже могу эту цель увеличить. Слишком много. Значит, построить. Да, ну, кстати говоря, нужно, конечно, попробовать автоматически. Вдруг оно решится автоматически, а мы тут сидим, думаем, как дураки. Так, чего-то там оно решило автоматически, но какое-то страшное. Мне немножко странно, но идея абсолютно правильная. Рекурсия, конечно, мы же, мы пользовались всем, кроме того, чтобы сделать рекурсивный вызов. Это-то мы еще не делали. Хорошо. Мы очень часто, ну, по ходу решения, значит, используем следующий прием. Значит, если нам нужна рекурсия, давайте его сделаем, рекурсивный вызов, и посмотрим, что у нас появится. Может быть, мы как-нибудь сможем это применить. Значит, я это делаю вот так. Let in использую. И напишу так. ИН равно, почему ИН? Почему ИН? ИН? Почему я такое имя придумал здесь? Индуктивная гипотеза. Совершенно верно. То есть рекурсивный вызов, это в чистом виде индуктивная гипотеза. У нас там в индукции есть базовый случай. Заметьте, что базовые случаи мы тут уже сделали. Они у нас уже обработаны. А теперь индуктивный переход нам нужно запрограммировать. То есть мы предполагаем, что нечто истинное для всех значений, меньше либо равных текущего, а нужно доказать для следующего. Значит, рекурсивный вызов, это вот ровно эта гипотеза индукции. То есть все, что для меньших значений аргументов делается. И мы его, видимо, для K и J сейчас сделаем. Ну, это самое логичное, пожалуй. NotLTEGT K и J. Так, только не K и J, да? Нам нужно какой-то параметр передать. А для кого у нас там есть этот параметр? Например, смотрите, тут же K и J это не явные операторы. Где в результате GT должно получиться? О, GT, GT, да, это ерунду написал. Но я еще не пытался компилировать. Оно мне... Давайте пробуем. Слушайте, оно скомпилировалось вообще без всяких параметров. Что это означает, как вы думаете? На каких-то... X и Y там что-то такое вот оно сделало непонятное. Так, ну давайте дальше разбираться. У нас еще вот есть contra, непонятно, как этим воспользоваться. Чтобы вызвать, делать рекурсивный вызов, нужно предоставить аргументы. Значит, вот аргументы у нас вот такие. Но зато мы видим вот contra. Что такое contra? Это из того, что выполняется вот эта штука, следует некое противоречие. А если можем ли мы какую-нибудь другую? А нам нужно, если мы для K и J хотим построить, то нам нужен какой-то другой аргумент. Давайте думать. Заметьте еще, кстати, вот такой момент. Вот, например, у нас цель вот такая, доказать нужно вот это. Вот смотрите, я пытаюсь показать вам, что мы идем с разных сторон все время, когда мы пытаемся такие примеры решить. Это сложный пример. Хотя решение короткое, как мы увидим, он на самом деле чрезвычайно сложный. У нас есть какие-то аргументы, мы можем думать, что нам делать с аргументами. И у нас есть цель. И нам можно думать, что делать с целью. Ну вот, например, сразу виден простой шаг. Вот как может быть цель получена? Из чего она может быть получена, эта цель? Вот мы видим, что здесь добавленная S, а у нас с добавленной S есть специальный конструктор. То есть, если мы можем попробовать вот так написать. Если мы сейчас сюда этот конструктор явно вставим, то, может быть, что-нибудь у нас будет проще. Может быть, а может быть и нет. Не факт. Ну, непонятно, да? Ну, а у него нет аргумента, поскольку, точнее, вот эта функция должна быть вот такая, как отрицание. Можем ли мы ее откуда-нибудь вытащить? То есть, тут понятно, что здесь недостаточно аргументов. Мы можем смотреть. То есть, в принципе, мы можем сделать что-нибудь такое. Там сказать, ну, давайте попробуем там вот неявно, а хотя там же нам все равно параметр нужен. Можем ли мы как-нибудь построить вот такую ноту для K и J, как вы считаете? Вот, скажем, вот такое. Вот сюда еще какую-то контуру предоставить, чтобы она была для K и J. Какую? Как это можно сделать? То есть, нам нужна контра. Нам нужна сюда какая-нибудь функция, мы начинаем думать. Ну, вот как-то ж надо использовать то, что есть. Которая доказывает, что K не меньше либо равно J. Ну, то есть, если из предположения, что K меньше либо равно J, должно вытекать void. Да? Например, совершенно законная вещь. Мы можем сюда написать лямбду, но нам ее потом как-нибудь надо будет использовать. Ну, мы можем сделать и внешнюю функцию, но он может быть даже здесь короче. То есть, допустим, здесь какое-то доказательство того, что K меньше либо равно J, а результатом должно быть все равно void. Сейчас, не готов паттерн матчить. Вот смотрите, вот давайте, то есть, мы все время вспоминаем, что у нас есть. Вот еще раз, этот пример доказательства одно из самых сложных. Сложность состоит в том, что, ну, это сложность и простота. У нас на самом деле не так много вещей, с которыми мы можем работать. И поэтому мы их можем просто тупо перебирать, и иногда ловишь себя на мысли, что ты вот сидишь там, второй час перебираешь такие простые решения, и там ничего не получается. А можем двигаться в определенном направлении, пытаясь добиться чего-то конкретного. Вот смотрите, допустим, что у нас есть? У нас есть вот такое противоречие. Дальше. То есть, это контра. Хорошо. Вот это PF. Каким оно будет, если мы хотим вот такие неявные параметры? Оно будет LTE, KJ. Связан или как-нибудь LTE, KJ и аргумент этой конторы? LTE, KJ и аргумент конторы, конечно, связаны. Они могут быть получены одной из другого с помощью LTE, SAC. Поэтому мы можем сконструировать аргумент для конторы прямо здесь, из этого ПФ. А после этого уже ее вызвать, она нам даст войт. И тут вот сложности в таком рассуждении относительно войта. То есть, понятно, что там ненаселенный тип, но это просто вот такой пример сложности, когда приходится с этим заниматься. То есть, мы здесь вызовем контуру, чтобы получить результат, а вызовем мы ее вот для... Причем тут уже можно как бы пытаться хитрить. Ну, давайте я пробую сейчас тут оставить дырку. Так, что-то у меня тут не то. Что-то... Так, уберу-ка я вот эти параметры. Они, по-моему... Нет. В конце строки какой? Я не вижу. Я ничего не вижу. Скобка вот эта, да? Ага, хорошо. Да. Вот давайте попробуем. То есть, мы вот эту часть сделали. То есть, мы знаем, что нам там ПФ есть, контуру хотим вызвать. У нас нет другого способа получать войт. Давайте опробуем здесь что-нибудь найти. Ну, сейчас... Не хочет она мне искать. Ну, ладно. Я думаю, что это потому, что короткое название. Загрузил. Не хочет. Ну, ладно. Ну, я уже и так знаю, что тут надо описать. Значит, вот мы конструируем доказательства, аргумента этой контры из нашего ПФ. И, по идее, оно должно получиться. Ага, тут что-то посчиталось. Ну, и похоже, что будет этот тем, чем нам нужно, или не будет. По-моему, оно и будет. Ровно тем. И она раз и нашлась сразу. Вот. И доказалась эта теорема. Скажем так. Понятно теперь, что мы, конечно, могли там этот LED даже не использовать, а взять, упростить. И что? Нам достаточно просто написать в ответе LTE SAC и без вот этого всего. Ай, куда она мне делась? Вот это все. Это мне не нужно. И там еще скобочку дописать. Как-то так. Вот. Очень короткое доказательство. Но вот сказать, что оно простое, нельзя. Сейчас, смотрите, вот постарайтесь сего запомнить. Сейчас я переключусь на слайд, и мы посмотрим, такое же там или не такое же. Ну, скорее всего, похожее. Но, значит, первое абсурдом решилось здесь. Второе явно сконструировали. А третья строка вот с такой, с анонимной функцией, рекурсивным вызовом и переходом к следующему. Так. Ну, смотрим. Ага. Но только вместо абсурда я здесь void использовал. В данном случае это тоже самое разницы. Никакой нет. А это тоже самое получилось. Ну, хорошо. То есть вывели правильно. Ну, похоже, доказательство. То есть можно ли считать, что я не обманул вас? Это самое сильное доказательство в этой лекции. Все остальные проще будут. Сейчас, ну, мы немножко вернемся к программированию такому. Поговорим про программирование. Следующим примером будет вот, что мы хотим описать с помощью отношения порядка, упорядоченность элементов вектора. Как вы считаете? Ну, опять же, мы должны фактически дать определение. Упорядоченным вектором называется вектор, который... Дальше. Давайте попробуйте предложить свои варианты. Что должно быть? Какой вектор мы назовем упорядоченным? Пустой вектор, согласен. Пустой вектор, это один из случаев. Который либо пустой, одноэлементный, согласен. Это тоже должно быть в определении. Дальше. Значит, вот сейчас здесь очень тонкое место. Вот, по-моему, в этом определении скрывается одна ошибка. Вот давайте. Я сейчас попробую повторить. Может быть, вы не это имели в виду, но тем не менее. Значит, вот сказано так, первые два элемента упорядочены друг относительно друга, да? А второй относительно, главное, что? Да, вот нужно обязательно, чтобы второй до конца списка, вот там было все упорядочено. Чтобы они не разорвались. Первые два упорядочены, и все остальное упорядочено. Вот. И тогда это действительно упорядоченный список. Вот ровно это мы зашиваем вот в таком определении. Вот это определение упорядоченного списка, упорядоченного вектора. Упорядоченным является пустой одноэлементный. Мы, как обычно, здесь зависимые типы используем, потому что все зависит от значения, значения вектора в данном случае. Вот. И конструкторы данных тоже здесь есть зависимость от значений. И вот последний случай, вот он написан. Вот первые два элемента, x и y. они упорядочены вот этим отношением LTE между собой. Весь вектор вместе с y, то есть со вторым элементом, тоже упорядочен. И отсюда мы можем сделать вывод, что тогда упорядочен вектор, содержащий x, y и хвост. То есть вот это определение говорит нам, дает нам понять, что такое упорядоченный вектор. И оно же фактически является доказательством того, что некий вектор, точнее набор таких конструкторов будет давать нам доказательство того, что вектор упорядочен. Например, вот у меня здесь есть два вектора, которые упорядочены. И я это выражаю прямо в конструкторах значений. Вот это два доказательства. Смотрите. Во-первых, список, содержащий 1 и 2. Он упорядочен. С помощью третьего конструктора мы это доказываем. Первые два элемента 1 и 2. Дальше. Список одноэлементный из двойки упорядочен по второму конструктору. А вот это доказательство чего тут написано? Что здесь доказано? Один меньше либо равен двум. Это вот этот аргумент. x, l, t, y. То есть все они здесь присутствуют. И значит мы действительно можем скомпилировать этот код. Я напоминаю, как обычно, если тут все подсвечено, значит оно скомпилировалось. Это будет доказательство упорядоченности здесь. А вот трехэлементный. Здесь я уже пользуюсь написанной ранее функцией. И пытаюсь уже с ее помощью доказать упорядоченность вот такого. Здесь уже даже я что-то могу пропускать. В доказательстве элементы приводить не нужно, потому что они, конечно же, могут быть выведены из типа. Из типа ясно, что здесь должны стоять 0 и 1. То есть, как обычно, проверка типов и термы, они существуют и проверяются как бы одновременно. И из типа мы можем часть информации в терм переносить, и наоборот мы можем это делать. То есть, и то, и то. В данном случае, вот из типа была перенесена информация в доказательство. Значит, вот понятно, что если вектор сложный, еще какой-то неизвестный, то такое явное доказательство мы выписать не можем. Вообще-то аргумент не умеет, но не можем как-то рефл использовать. Рефл же не имеет аргумента. Дело в том, что... Сейчас, рефл имеет аргумент, но не явный. Не явный. В принципе, можно, потому что если у нас вектор фиксированный, то всегда это выводится. Ну, всегда из типа явно следует. Ну, это просто определение. То есть, убрать x и y, оставить их неявными, может быть, и можно. Я думаю просто, что в доказательстве может быть проще использовать такое. Но это не важно. В данном случае абсолютно не важно. Они могут быть вполне неявными, потому что из всех... Ну, как минимум, они выводятся вот отсюда. Ну, и они везде участвуют. Так, ну мы с вами попробуем сейчас написать разрешающую процедуру. Опять же, если мы говорим о каких-то свойствах, типа отсортированности, должна быть процедура, которая определяет, отсортирован заданный вектор или нет. Давайте попробуем это сделать. Тут ничего такого особенно сложного нет. Так, только мне надо загрузить. Как-то так у меня этот модуль называется. Значит, я здесь держу в этом модуле. У меня... Так, что там как-то я... Я вроде как научился делать... Сдвигать эту штуку вниз, но не совсем убирать, как меня там в прошлый раз учили. Но что-то опять у меня не получается. А, или-то у меня только на мышке получалось. Ну ладно. Это уберу совсем пока. Так, значит, я здесь определяю модуль, который, естественно, импортирует дата-вектор. Вот эта директива, я тут попытался написать программу с несколькими модулями. Она просто экспортирует все подряд из этого модуля. Еще одна директива name здесь используется. Она такая очень-очень удобная. Idris сам имена генерирует иногда очень плохие. А здесь с помощью этой директивы мы говорим, что когда он будет генерировать доказательства сортированности, то мы просим использовать буковки sp, sp1, sp2. Ну как бы sorted proof, доказательства упорядоченности. Вот, поэтому я здесь явно такое и прописал. Для удобства. Вот эти два примера. Они зелененькие. Функции красненькие и все такое. Вот, поэтому все работает. Вот наша цель реализовать вот эту функцию. Здесь на самом деле ничего сложного нет. Мы, конечно же, должны действовать по термачингам по переменной. Причем в первом случае у нас сразу же найдется доказательство. Да, пустой список упорядочен. Скорее всего, поскольку мы знаем, что у нас есть отдельный случай для единицы, то и второй случай здесь тоже нужен, когда одноэлементный. Поэтому я по xs еще сделаю разбор случаев. Найдется. Нашлось. То есть одноэлементный упорядочен. И вот основной случай, когда у нас два элемента, и мы должны принять решение. Значит, у нас там условий было несколько. Мы, во-первых, проверяли, чтобы x меньше либо равно y было. И, во-вторых, чтобы вторая часть, вот эта y2.xs была отсортированной. Ну, это рекурсивный вызов. В принципе, можно с любого начать. Давайте с x и y проверим, чтобы не... Зачем делать рекурсивный вызов, если оно уже в самом начале все неправильно. Так, сейчас я сгенерирую кейс выражения. Так, это у меня будет... А как проверить x и y? Кто помнит? Что? Нет. Из она называется. Из ЛТЕ. Из ЛТЕ разрешающая процедура для x и y. Действительно ли x меньше либо равно y? Ну и у нас два варианта. Да или нет. Если нет, то понятно, что уже мы должны говорить no. То есть, если они уже не упорядочены. То есть, вектор не упорядочен. И значит, я no отвечаю. Автоматически оно что-то там решает. Вот иногда хочется вот так вот подряд идти, пока оно что-то вычисляет. Но не буду этого делать. Я извлеку функцию отсюда. Как обычно, это наша стандартная практика. Извлекать функции везде, где только можно. Я сейчас примерно по параллели пишу, и он мне сказал, что на ноу-гостерах он мне бы закрыл дырку разрешить их ез. Я думаю, что я вложу еще. Это вообще чазохреник. Значит, ну сейчас. Это же не точная наука, что называется. Если бы он сразу сгенерировал ответ, а сгенерированная дырка, это такая ни к чему не обязывающая вещь вообще. То есть сгенерировать, еще раз, сгенерировать он может все, что угодно. То, что он это не скомпилирует, это понятно. Если бы ему первое, что подходит по типу, и yes подходит. Ну ноу тоже подходит. И ноу по алфавиту раньше идет, чем yes. Ну может быть. Значит, давайте так я назову. Хэтс, головы неупорядоченные. То есть нам с этим разбираться придется. Ну давайте сразу извлеку. Так, то есть головы неупорядоченные. Нам тут какое-то противоречие нужно обнаружить, поскольку ответ no, да, то вот здесь результатом должен быть void. Ну, попытаемся как-нибудь это сначала не особо думая что-нибудь сгенерировать. Ну это то же самое, мы это делали. В общем, не хочет он это сразу отвечать. Ну, хорошо. Значит, нам нужно какую-то... Так, это я сейчас уберу то, что он сгенерировал. Нужно сделать какой-нибудь паттерн матчинг почему-то. Понятно, что единственный вариант это SP. То есть это вот этот предикат по сортированности. Очень удачно, что первым же случаем появилась вот эта SortedMany и других не возникло. Потому что список явно имеет такую структуру, что ни первый, ни второй вариант уже подойти не могут. Поэтому сгенерирован только один вариант. После этой генерации найдется решение. Что такое он там? Он там что-то страшное начал писать. Что-то я не боял. Это дырка. Понятно, да. Ну вот вам пример того, что плохо сгенерировалось. А что там последнее было в SortedMany LTE? То есть SP это упорядоченность чего-то, это LTE, ну пусть будет LTE. Да, так лучше. Так вот, я все-таки хочу попытаться решить. И оно, конечно, решается. Потому что у нас есть вот это неравенство LTE, и оно как раз в контру попадает. Так что все нормально. Ну, генерация имен. Это потому что алгоритм обработки строк. Это сразу нас куда-то туда ближе, там, не знаю, к другим областям программирования. Так, здесь мы пока не можем сказать. Мы вернулись в ветку S, X меньше либо равно Y, но мы пока еще не можем сказать, правильно это или нет, потому что нужно вторую часть проверить, что все остальное упорядочено. А вы здесь в статусе платят на подпаске или она есть? Есть, есть. Я вслед за автором языка пытаюсь использовать как можно меньше всяких таких конструкций. Вот вы можете заметить, что я знак доллара никогда не использую. Всякое такое. Да, да, это все абсолютно одинаково. Не знаю, не знаю про встроенность. Евро? Нет, я знаю оператор евро, который как доллар, только в обратную сторону работает. Ну, чтобы последовательность была другая. Ну да, то есть тогда можно писать в том порядке, в котором ты думаешь, а не в обратном, как обычно в хаскеле. Я понял, я понял. Ну да, разработчики языков работают над этим. Так, давайте не будем отвлекаться, тут всякие конкурирующие фирмы начали вспоминаться. Так, значит, я делаю рекурсивный вызов, я напоминаю. Рекурсивный вызов. Вот y двоеточие xs у меня здесь. Снова два варианта. Один из них no. То есть если там не упорядочено, естественно, ответ здесь тоже будет no. Ну, найдет. Ну, снова что-то начинает, какую-то функцию генерировать. tail-not-sorted я его назову и тоже извлеку. То есть хвост не упорядочен. Так. Извлекаю. Тут уже, ну, смотришь, много типов, в извлеченных функциях такое часто бывает, но они как бы ненужные. То есть они вот, как только они доказались, мы дальше на них вообще не обращаем никакого внимания. Ну, вот доказались, причем мы доказываем, мы как-то не особо задумываясь над смыслом. Так, есть какое-то противоречие, есть упорядоченность чего-то. Вот он вот что-то даже решает, но не особо много чего. Так, сейчас вернем эту. Ой, 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 ой. У меня что-то страшное началось. Так. Сразу контру, не знаю, наверное, не к чему применять. Давайте смотреть. Все-таки. Иногда приходится думать. Я вот думаю, почему бы тут сделать паттерн матчинг. Наверное, по СП. Да, из СП сразу должно следовать то, что нужно. Так. Ну, потому что тут мы сразу что-нибудь получим. Снова подобрался последний вариант. Снова он вот... Вы знаете, вот такая генерация имен. У меня такое ощущение, что как-то в разных версиях очень сильно по-разному эти имена генерируются. Вот. Под Linux у меня есть Gita репозитория. И с GitHub, по-моему, он там поприличнее имена дает. А тут непонятно. Так. Ну, все, нашлось. А тогда фирмаргумент, который можно выбрать. Согласен. Ну, вот это тот вопрос. То есть, такие служебные функции. Есть понятие ирелевантности доказательств. Ну, о нем реже вспоминают в Идресе, чаще в системах, которые больше ориентированы на доказательство теорем. В математике считается как? Если теорема доказана, то неважно как. Лишь бы была доказана. Когда речь идет о более инженерных вещах, и когда мы говорим, что доказательства это код, возникают вопросы эффективности этого доказательства, насколько быстро оно там будет работать. И уже становится ясно, что такой инженерный подход требует, чтобы доказательства тоже были хорошие. И этим отдельно занимаются многие люди, как писать код так, чтобы доказательства были более эффективными. Но это больше в Proof Assistant этим занимаются. В данном случае мы можем быть уверены, что если какой-то аргумент вообще никак не используется, то он скорее всего как-нибудь сотрется во время выполнения. То есть, он никак не повлияет на производительность этих функций. Но мы не будем. Тут мы просто... Замечено, что он не нужен. Вот это Proof нигде не применялось. Мы его могли бы удалить здесь, здесь и соответственно в вызове функции. Так, ну у нас остался последний вариант. Здесь уже ES остается. Все отсортировано. Я пытаюсь решить автоматически. Он не решает. Но это означает, что нужно доформировать. Ну, по-моему, у нас есть все необходимое для того, чтобы просто sortedMany использовать. sortedMany. Только сейчас придется вспоминать. Есть, как, наверное, удобно было вынести функцию. Чтобы она параметры все нашла, да? Хорошая идея. Давайте. так она компилируется. Ой, плохое название. Ну пусть будет так. Уже... Вот мне уже все равно. Мне уже хочется скорее ее доказать. Поэтому я ее с плохим названием экспортирую. экспортируем. Ну вот. Опять. Значит, это произошло из-за того, что у нас тут опять клэш по именам. Произошел два доказательства, которые нужно... Ой, боже мой. Причем тут оно на PRF1 написало, А тут... Кошмар. 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 Просто кошмар. Так. Где эта функция? Вот она, эта функция. Ну, давайте ее решать. Не хочет. Ну ладно. Значит, все-таки это последний вариант должен быть. Sorted many. Что там у нас? Так. XY. Ну XY у нас тут неявные. Придется добавлять. XY. Сорти для хвоста, да? У нас это PRF1 называется. Так. У нас это PRF просто называется. Все? Все. Скомпилировалось. Все отлично. Вот она. Разрешающая процедура готова. Теперь давайте сравним... А, у меня тут даже не написано. Ну и хорошо, что не написано. Вот. Значит, дальше, конечно, все от меня ждут, что я вам сейчас напишу функцию верифицированной сортировки. Значит, я этого делать не буду. У меня с этими функциями очень давняя история отношений, в том числе и в Идресе. Я просто дам идею. Ну и я поясню, почему я так к этому отношусь. Значит, вот у нас sorted уже написано. Мы можем еще придумать какой-то такой предикат под названием permuted или permutation. Являются ли два вектора перестановкой друг друга. Значит, если мы его определим, то в конечном итоге мы могли бы прийти вот к такому типу верифицированной сортировки. Значит, смотрите, у нас на входе вектор, на выходе второй вектор того же размера, при этом результирующий вектор YS является упорядоченным, то есть для него есть доказательства упорядоченности. И во-вторых, он является перестановкой первого. Вот это формальное определение. То есть если мы хорошо определили вот это свойство permuted является перестановкой и после этого смогли написать такую функцию, чтобы убедить type checker, то мы бы получили верифицированную функцию сортировки. Если вы просто попробуете поискать на гитхабе или просто в гугле верифицированную сортировку в идрессе, вы найдете несколько вариантов. Ни один из них вот прямо так сразу компилироваться не будет. Может быть когда-то оно и компилировалось, но сейчас точно не компилируется. Если вы потратите какое-то время в попытках исправить ошибки, может быть вам повезет и вы получите верифицированную функцию сортировки. Но важно, что язык идресс не предназначен для решения задач на таком уровне верификации. Я напоминаю, что основная цель разработки была сделать практически ориентированный язык. То есть язык, который позволяет решать задачи реального мира. Писать веб-сайты, мобильные приложения, еще что-нибудь такое. У идресса, например, есть кодогенератор в джаваскрипт и в PHP. Вот. получается, то есть это практика ориентированный язык. Если вы хотите верифицировать сортировки, а это задача, которая никому не нужна уже последние лет 40, потому что уже 40 лет назад все, что надо, верифицировали и очередную 150-ю сортировку пузырьком верифицированную никому писать не надо. Идрис для этого и не предназначен. Чисто теоретически это можно сделать, но не нужно. Поэтому я понимаю, что интересно. Мне тоже было интересно, но не настолько, чтобы до конца довести такую сортировку. Я уже писал и в Агде верифицированную сортировку, и на Коке это делал, после этого мне уже в Идрисе не хочется. Но тем не менее это можно и вот идея именно такая. Мы двинемся дальше, но вопрос такой останется. Так, ну хорошо. Следующее, чем мы займемся с вами, мы продолжим доказывать утверждение, но теперь мы вернемся к равенству. При доказательстве утверждения относительно равенства есть несколько важных операций, мы о них поговорим. Для начала я назову несколько вспомогательных функций, одна из них нам уже знакома, этой функцией конг мы пользовались. Смотрите, она позволяет нам из того, что х равно у, вывести f от х равно f от у. Ну как бы, мы примерно должны помнить, как оно работает, за счет разбора вот этого параметра, который в рефл превращается, и у просто исчезает, он заменяется на х везде. Вторая функция, которая часто бывает нужна, это функция симметричности, вот такая, из того, что х равно у, следует у равно х, это тоже мы можем реализовывать или доказывать. И третья функция, самая сложная, и в некотором смысле является самой общей из этих, остальные можно через нее реализовать. Эта функция чрезвычайно сложная в использовании, ну мы попробуем, но увидим, что это сложно. Значит, какова ее цель? Она использует вот это равенство х равно у для доказательства какого-то произвольного свойства, зависящего от х и от у. p в данном случае означает property, какое-то свойство, зависящее от одной переменной. Эта функция позволяет, если вот х равно у и p от х имеет место, то тогда и p от у имеет место. Это можно установить. Мы сейчас с вами попробуем их все реализовать, просто чтобы вспомнить, как оно работает. За счет чего эти функции можно реализовывать. Ну и мы должны, как обычно, увидеть, что в них нет совершенно ничего фантастического. Это просто функции, которые мог бы реализовать совершенно любой программист. при этом ничего знать не нужно. Я здесь с помощью директивы хайт прячу стандартные их определения и просто пытаюсь их реализовать заново, при этом пользуясь нашими обычными методами. Вообще по поводу вот этого возможности все реализовать самостоятельно, у тех, кто занимается языками программирования, для тех, кто рассматривает язык программирования как инструмент, как объект для изучения, для них очень важно, чтобы в языке не было всяких таких магических вещей, которые невозможно реализовать. Я вот помню, когда я был там еще маленький, изучал язык программирования Паскаль, меня страшно раздражала функция write, процедура write, которой там произвольное число параметров и все такое. То есть мне как программисту такое писать не давали, а сами они этим пользовались. Вот это такое чувство очень неприятное, когда что-то тебя скрывают. В нормальных языках такого нет, конечно, и вот здесь тоже эти функции тоже можно реализовать. Так, значит, генерируем. Мы на самом деле уже конк реализовывали. Напоминаю, что доказательство вот такое, оно просто автоматически находится, и все. Но, если мы помним, вот я сейчас уберу вот рефу, после этого паттерн-матчинга у нас просто цель оказывается такой, у, который там был, исчезает, заменяется на х, а это уже равенство обычное. Да, значит, я, кстати говоря, должен повиниться перед вами. Я когда на прошлой лекции умничал по поводу Аристотеля, значит, я был неправ. Вот то равенство, о котором я говорил, и формула А есть А, основным его исследователем являлся Лейбниц, а не Аристотель. Вот, то есть формула А есть А принадлежит Лейбницу. У Аристотеля тоже есть работы на эту тему, но они не так явно выражены, как у Лейбница. Вот, нужно давать правильную атрибуцию, значит, это был не Аристотель, а Лейбниц. Потому что кое-кто там запостил в Твиттере эту картинку, значит, и там прилетела масса всего мне, значит. Пришлось потом разбираться с разными уважаемыми людьми, о чем там вообще идет речь. Так, ну вот, значит, это решается так, как мы видим. Вторая функция сим, кто-нибудь может сразу сказать, как она будет доказываться? Точно так же, точно так же, да, точно так же, это очень удобно. Вот, точно так же, по тем же самым принципам. Так, а функция replace, она тоже похожа, давайте посмотрим. Значит, ну, в любом случае, поскольку есть равенство вот что вот это такое x, что это за x такой, это для p от x оно придумало имя x, пусть хоть px называется. Так, тоже по рефу и по-моему, ну, да, вот так оно, оно все доказалось. Так вот, хорошим упражнением была бы реализация функций cong и sim через replace. потому что replace более общая в этом смысле. То есть, мы ее можем ее одну использовать вместо вот этих двух. Но ей неудобно пользоваться из-за того, что есть вот этот предикат p, который неявный, и его нужно явно вычислять. Смотрите, вот в роли p, если мы доказываем sim, было бы что-то зависящее от переменной и возвращающее равенство. Но нам нужно думать, в каком виде, то ли t равно x, где t это какой-то параметр, то ли x равно t, то ли еще что-то. Я рекомендую это попробовать сделать, у нас сейчас времени нет, но так это очень полезно. Тогда мы увидим, что replace это самое базовое в этом смысле. Ну вот, у меня эта реализация здесь есть, а cong и sim через replace я не реализовал. Ну и мы наконец дошли до коммутативности сложения. Это такое простое упражнение. Я напоминаю, что функция плюс определяется вот таким образом, мы это видели, паттерн матчингом по первому аргументу. Вот про вторую информацию нет здесь. А что такое коммутативность? Вот как мы такую теорему сформулируем? Теоремы, как вы помните, соответствуют типам. То есть вот эта коммутативность, утверждение коммутативности должна находиться в типе. Ну и выглядит это вот например таким образом. И мы это можем читать так. Для любых натуральных m и n m плюс n равно n плюс n. Я здесь использую функцию плюс. Плюс это как бы значок плюс, но конкретно для натуральных чисел. Можно было бы написать значок плюс. m плюс n равно n плюс m обычным значком, но это как бы перегрузка плюса тогда бы использовалась. А плюс словами это явно указанная функция. так возвращаясь в редактор у меня есть заготовка в которой присутствует директива по контролю завершаемости поскольку мы занимаемся уже тут доказательством нам очень важно чтобы утверждение которое мы пишем завершались гарантированно вот мы требуем явную тотальность здесь поэтому я это написал если функция будет зацикливаться как-то рекурсивно что-то то нам компилятор об этом обязательно скажет что-то не так что-то происходит не то мы чуть позже сегодня же поговорим про тотальность но вот сейчас нам этого достаточно компилятор проконтролирует что все завершается так ну функция есть я начинаю как обычно все генерировать понятно что мы должны будем делать разбор этих параметров m и n начнем с первого и первым же делом вот смотрите вот такая цель у нас написана n равно плюс n 0 это как бы начальная часть доказательства фактически то есть мы вынесем сейчас это в лему то есть доказать что n равно n плюс 0 нужно изначально этого нет потому что как мы помним сопоставление с образцом идет по первому аргументу а первый аргумент здесь n то есть неизвестный поэтому вычислить плюс n 0 проверка типов компилятор не в состоянии поэтому мы должны это явно доказывать давайте назовем этот случай как-нибудь покороче плюс z его назову и вынесу в отдельное утверждение ну здесь не знаю будет ли нам удобно без параметра n или не будет пусть ладно как сгенерировалось пусть он будет неявным мы его все равно должны будем внести сюда и конечно на него нужно будет посмотреть что там есть в первом случае у нас получился 0 плюс 0 это естественно решится просто рефлом а во втором случае посмотрите на цель пожалуйста что мы тут должны увидеть во первых мы там видим k равно плюс k 0 рекурсивный вызов или гипотезу индукции если хотите и во вторых мы видим вот эти два s слева и справа от равенства как побороться с двумя s слева и справа от равенства у нас есть вспомогательные функции три штуки kong функция kong она если x равно y то fx равно fy f при этом любая может быть поэтому мы мы ровно это и сделаем значит я напишу kong а дальше попытаюсь найти решение не 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 нашло ну ладно тогда так что что то у меня тогда просто напишу рекурсивный вызов плюс z от k оно нам даст то что надо так что не так ну да он он неявный поэтому нужно ему сказать что он что это n равно k вот доказалось первый случай готов второй случай по-моему по-моему когда я а давайте проверим да ну получилось отлично да и скобки можно убрать да спасибо это он догадался сам понял что для k прекрасно так теперь второй случай значит нам в любом случае понадобится рекурсивный вызов но вот давайте посмотрим на цель сейчас и попытаемся задачу которая тут в этой цели стоит разделить на две части видите ли вы там применение рекурсивному вызову мы смотрим именно на цель вот на то что написано вот здесь вот обратите внимание у нас сейчас есть слева стоит плюс к н а справа эти буквы по местами поменялись это собственно основная работа коммутативности если бы мы могли сейчас вот это плюс к н заменить на плюс н к то тогда бы два параметра находились бы уже в одной последовательности и коммутативность уже больше не была бы нужна но смотрите почему мы можем плюс к н вот это заменить на плюс н к дело в том что это и есть рекурсивный вызов который уже фактически мы можем использовать это же гипотеза индукции то есть поскольку мы определяем случай для следующего за к то для к мы уже можем этим пользоваться давайте я сейчас это явно сюда напишу эту гипотезу индукции дырку я оставлю плюс коммутативность для к и н мы увидим тогда что у нас появилась в цели равенство вот это равенство и h плюс кн равно плюс н к и поскольку они равны то по идее одно можно заменить на другое для того чтобы это сделать мы можем воспользоваться специальной языковой конструкцией которая называется рерайт цель рерайт переписывать цели в соответствии с заданными равенствами причем равенство слева направо переписывается значит это новая языковая конструкция выглядит она вот так рерайт и h это равенство in а вот то что написано здесь это наш будущий результат давайте сейчас я скомпилирую и посмотрю на нашу цель она к сожалению стала немножко запутанной но если вы внимательно будете смотреть на то что тут получилось тут будет ровно то что надо ну смотрите вот эта анонимная функция на место replace будет подставлен аргумент плюс nk то есть у вас будет вместо replace плюс nk то есть будет s в скобочках плюс nk равно плюс nsk ровно то что нам надо как вы думаете откуда вот это replace тут взялось вам оно ничего не напоминает оно должно напоминать функцию replace которую мы уже видели вот эта конструкция rewrite это просто синтаксический сахар над replace она она берет и вот как бы сама находит вот тот предикат property p которое там было неявным параметром вот это фактически его следы как раз вот ну а теперь нам нужно оставшийся случай здесь уже никакой рекурс никакой коммутативности не надо здесь вот такой пример который я сейчас вынесу и попытаюсь сделать более понятным значит я его назову плюс s так извлеку вот тут тут много параметров гипотеза индукции мне уже не понадобится поэтому я ее сразу уберу это кстати говоря хороший признак если у вас есть желание несколько раз использовать гипотезу индукции скорее всего что-то у вас там не так мы ее один раз применили так и вот это я перепишу просто как бы мне тут функцию на типах выписали я не хочу функцию на типах я хочу сразу это посчитать мы сейчас убедимся что это будет работать нормально так куда же она делась я ее вроде бы скопировал что такое так ничего не понимаю придется писать старыми дедовскими методами так сейчас главное не запутаться в скобках это концовка мне уже не нужна так что-то потерял что-то потерял что-то не в том порядке 1 1 сейчас тут я каин а у меня равенство исчезло вот это равенство а я вот сюда не убрал нет правильно это же у нас как раз гипотеза индукции я ее не доудалил у нас просто два числа и результат должен быть вот такой вот а то что было в реплейсе это я просто взял руками вычислил здесь эту анонимную функцию то есть то что написано в цели это на самом деле вот ровно вот это выражение которое нам нужно вот значит еще раз там была написана длинная анонимная функция я бы ее мог оставить в типе но я ее взял вычислил чтобы было короче чтобы была видна вот эта запись сразу вот что я сделал пришлось повычислять самому потому что компилятор оставил анонимную функцию ничего с этим не сделал так давайте докажем она не должна долго доказываться разве что стоит подумать по какому параметру нам сейчас сделать паттерн матча пока или по n есть только один правильный ответ второй катастрофически неправильный как вы думаете вот по вот этому n да смотрите значит аргумент следующий а по какому из параметров у нас рекурсия или индукция уже была мы делали по первому то есть вот поровно поэтому n была индукция ну или рекурсия делать второй раз индукцию по тому же самому это нам не даст новой информации мы уже находимся внутри индуктивного шага по этой переменной поэтому нужно по другой нужно по оставшейся а какая у нас оставшаяся а правда ой правда они у нас сейчас они у нас немножко перепутались тут-то был порядок k и n то есть тут первый был k а второй n или опять по n я уже не знаю тут-то тут-то было тут мы делали по первому аргументу а это было k по-моему по n давайте попробуем есть шанс что по этому первому аргументу мы же тут местами их поменяли давайте попробуем вдруг получится так первый нашелся а второй ну вот я смотрю на это и вижу что явно он докажется сразу рекурсивным вызовом и конгом видите s2 убираем а внутри как раз рекурсивный вызов сам решить не может а если я конг напишу найдет тоже не найдет ну но ой так жаль так k и j рекурсивный вызов все мы с вами доказали коммутативность сложения какой-то осадок должен оставаться что нам такого доказали как ощутить что мы взяли и доказали вот в системе кок есть специальная команда qed значит ну квот эра демонстрантум да и и там когда ее вводишь и подтверждает система что все хорошо чувствуешь облегчение здесь такой команды специально это чисто психологический фактор такой специальной команды нет поэтому ощущение такого ну скомпилировалось ну не осталось дырок ну так программист там ну ладно в общем у меня здесь вот такая похожая реализация но я тут индуктивную гипотезу не выделял просто рерайт там написал и все сделал ее явно вот здесь а так чуть-чуть даже короче получилось так сейчас я быстро пролистаю и мы уже сейчас закончим первую часть вот описание конструкции рерайт тут написано что делается рерайт ну немножко добавляет интеллектуальности она ищет изучает тип цели и пытается найти в этом типе левую часть равенства и как только она ее находит она просто переписывает на правую она имеет это право сделать потому что когда у нас равенство это одно и то же разницы нет поэтому переписывает на правую а результат который после ин идет он возвращается то есть мы должны рерайтить таким образом чтобы тип совпал вот как в этом случае мы с помощью рерайта поменяли применили коммутативно-рекурсивный вызов и после этого уже смогли доказать результат потому что дальше уже параметры шли ровно в том порядке в котором они были но это действительно синтаксический сахар следы этого мы делали опять же хорошим упражнением будет тот же самый пример просто вместо рерайта заменить на реплейс но там почти всегда нужно явно выписывать вот то п это анонимная функция какая-то которая нам дает ответ что там будет ну давайте сейчас прервемся все-таки потом через 10 минут продолжим с этим все-таки все-таки